Таких магазинов, здесь их называют магазины здоровой пищи, в городе обычно немного, с десяток-полтора. Натуральные, без химических инъекций продукты нравятся понятно всем. Но заходят сюда за покупками только те, кто действительно считает, что химикаты на полях – беда. Цены в этих магазинах на 20-30% выше обычных. Накладно. Но спрос безусловно есть. А раз есть спрос, есть и предложение. Да еще какое! Безхимикатные продукты обычно возделываются на небольших фермах вроде этой. И очень часто фермеры-органики – это больше, чем просто крестьяне, чем просто бизнесмены. Это энтузиасты, агитаторы и пропагандисты, безхимикатные идеи. Один из них – Джонатан Стейнберг. Мы не отравляем среду, людей. Мы не приносим на свои одежды отраву в дом. То, что мы делаем – это правильно, это разумно. С таким энтузиазмом говорят обычно те, кому еще только предстоит доказать свою правоту. То в меньшинстве. Да, сегодня безхимикатные хозяйства в Америке пока еще в меньшинстве. Но главное – тенденция. Наступает конец целой эпохи. Эпохи химических удобрений и пестицидов. Химикаты становятся все дороже и дороже, а земля требует их все больше и больше. Как быть? Вот тут и стали возвращаться к органике. Но то, что известно профессору, еще не факт для тех, кто сам сеет и жнет. В США бытует мнение, что земледелие без химии чуть ли не убыточно, что это рискованное земледелие. Всегда есть фермеры плохие и фермеры хорошие. С химией или без химией? В сравнении с соседями у меня продукции на акр раза в 2-3 больше. Но дело не просто в органике. Я применяю очень интенсивную технологию. Растения сажаю очень тесно, постоянно себя в оборот, в год снимаю по 3-4 урожая, а не один, как соседи. Кто отказался от химикатов, вынужден больше полагаться на ручной труд. От этого и цены на органические продукты выше. Но, конечно, и качество. Надо кормить землю, а не только растения. Это как и с людьми. Люди не могут жить только на витаминах. Им нужна хорошая пища. Сделайте землю здоровой, и вам не будут нужны химикаты. Это первое правило. А второе правило? Второе – надо наладить добрые отношения с людьми, которые на вас работают. Чтобы без вреда здоровью, чтобы нормальная зарплата. На Джонатана работают 12 человек. Как и положено по закону – по 40 часов в неделю. Сверх того – за особую плату. Сам Джонатан от зари до темна в поле. А затем по вечерам ведет бухгалтерию. Здесь с этим строго. Не дай бог утаить что-то от государства. С каждого заработанного доллара должен быть уплачен налог. Но и совсем рано, еще до зари, у Джонатана полно дел. Надо созвониться с магазинами, договориться, куда и сколько он должен в течение дня поставить продукции. Итак, 9-10 месяцев в году. Ну и сколько же зарабатывает за этот труд американский фермер Джонатан Стейнберг? В этом году я надеюсь получить то, что у нас в США называют средним доходом. Ну, тысяч 20-25. Столько здесь зарабатывают школьные учителя, секретарши в учреждениях. Словом, только-только. Нет, надо в самом деле любить и знать землю, чтобы оставаться фермером. Однако Джонатан отнюдь не потомственный крестьянин. Напротив, из городской семьи. Откуда же все это? Я работал на других фермерах, сам арендовал небольшой участок, экспериментировал, учился на ошибках, читал книги, ходил на занятия. На занятия Джонатан приходил сюда, на учебную ферму при Калифорнийском университете в Санта-Круз. Раз в месяц мы проводим семинары для местных жителей. Заранее даем объявления в газетах, по телевидению. Собирается человек по 100 и больше. Расположенная на склоне холма. Эта ферма агитирует сама за себя. Пример того, как неудобие, бросовую землю, можно превратить в цветущий уголок, если хотеть уметь трудиться. Но все же самые эффективные пропагандисты новых методов, считает профессор Пол Ли, один из основателей фермы, это слушатели курсов. Соседи интересуются, что мы выращиваем, как обходимся без химикатов, и, конечно, самое главное, есть прибыль или нет. Прибыль есть. Еще за три месяца до того, как у всех в округе созреют их химические урожаи, Джонтон начинает свозить со своих полей готовые продукты. Каждый день, в течение полугода, соседи видят, как отсюда отходит грузовик за грузовиком, все груженные коробками. Они хорошо знают, что это значит. Это значит, что мы зарабатываем деньги. Арифметика простая. Химикаты стоят дорого. Если можно как-то снизить их потребление, значит, удастся сэкономить и деньги. Так почему бы не попробовать? И ферма Джонатана, и тем более университетские угодья, это своего рода образцово-показательные хозяйства, куда приходят за опытом и технологией. К слову, в свое время такие образцовые хозяйства очень помогли становлению агроиндустрии в США. Профессор Ли считает, что они способны приносить пользу не только в Америке. В России образцовые фермы могут сделать большое дело. Чем лучше люди будут знать, что они могут вырастить, что смогут получить, тем быстрее пойдет дело. Ведь все, что нужно, небольшой участок земли, а урожай может быть колоссальным. А вот человек, который надеется помочь наладить такое хозяйство у нас в стране. Нет, не для собственного дохода, а просто потому, что знает наши трудности. Мы хотим, чтобы русские работали вместе на одном поле с американцами, перенимая все, что мы умеем и знаем. Но у меня вопрос, дадут ли ваши власти для этого землю? Допустим, землю дадут. Но только благих намерений мало, нужны еще добровольцы, энтузиасты, чтобы на общественных началах поехать к нам, невзирая ни на что. Вот Джонатан, готов ли на это он? Поеду хоть завтра, когда вылетает самолет. С радостью поеду, чтобы помочь вам начать дело. Кто знает, может все это станет началом другой жизни, нормальной жизни.